Руководители транспортных предприятий Республики, сервисов автоперевозок, железнодорожных и авиакомпаний, а также представители профсоюзов и инженерных служб собрались в Барановичском автобусном парке. За последние 20 лет здесь не зафиксировано ни единого случая травматизма или профессионального заболевания. Всё дело в том, что безопасности на предприятии уделяется особое внимание. Как вы все знаете, что правила по охране труда написаны кровью и жизнью людей. К ним надо очень серьёзно относиться. Это одна из самых злободневных тем. Профсоюз наш тоже этим делом занимается. Мы находимся на территории автобусного парка города Барановичи. Я должен сказать, что здесь работа по охране труда налажена на самом высоком уровне. Здесь и оздоровление на высоком уровне. Здесь порядок, чистота. Люди достойно получают зарплату. И самое главное, что этот автобусный парк прибыльный. Сегодня здесь трудятся более чем 570 человек. Средняя зарплата – 2000 рублей. В распоряжении парка почти 170 автобусов. Предприятие обслуживает около трети пассажиров всей Брестской области. Осознавая ответственность не только за свою, но и за чужую жизнь, каждый водитель свой рабочий день начинает с обязательного медицинского контроля. Каждый работник, который приходит на предприятие, проинформирован, проинструктирован о правилах выполнения. Есть у нас и ответственные работники, руководители, которые проводят инструктажи. Есть у нас и люди, которые осуществляют контроль за выполнением, как ответственные, так и работниками правил по охране пожарной безопасности, промышленной санитарии. Есть здесь и интегрированный стенд. Мы его внедрили для информирования наших работников на предприятии. Размещаем на нем информацию о поздравлениях, каких-либо мероприятиях на нашем предприятии, поощрениях, депримирования наших работников, которые не соблюдают технику безопасности охраны труда. Размещаем видеоролики социальные, рекламу какую-либо о наших перевозках. Зачастую в категорию нарушителей правил охраны труда входят люди от 41 до 55 лет. Причиной этому нередко становится излишняя самоуверенность в собственном опыте. В завершении мероприятия была разработана и озвучена стратегия по укреплению общественной дисциплины и безопасности.